МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Долгожданное пополнение. 12 молодых врачей пришли на работу в клиническую больницу номер 50. Скоро на экранах. Саровчанка снялась в фильме «Петр I. Последний царь и первый император». Лови волну, секция виндсерфинга, набирает воспитанников. Далее расскажем по всем подробно. 12 новых врачей в этом году пополнили штат клинической больницы номер 50. 9 из них приехали сразу после учебы. Среди них невролог, гинеколог, педиатр, хирург и другие специалисты. Подробности далее. Молодой врач-невролог Кирилл Ратин приехал в Саров после окончания ординатуры в МГУ имени Огарева. Как признается молодой специалист, он никогда не сомневался в том, что медицина его призвание. Когда выбирал место работы, рассматривал либо Саров, либо Нижний Новгород. Предпочел все-таки приехать к нам. И сразу же влился в коллектив, приступил к работе. Появление врача-невролога в первой поликлинике ждали очень долго. Достаточно много на прием. То есть полностью вся запись на приема занята. Поработал в течение где-то около месяца уже у меня получается. Очень отзывчивый персонал. То есть полностью обращаюсь по всем вопросам, которые меня интересуют, которые я не понимаю, не знаю, пока разбираюсь, так скажем, в логистике направления пациентов. Поэтому все в целом меня устраивает. Опыта только надо будет сейчас набраться, а так все замечательно. Вместе с Кириллом Ратином в нашу больницу пришли еще 11 специалистов. Еще три доктора уже имеют опыт работы. По традиции, которая существует КБ-50, всех начинающих врачей собрали на приеме у руководителя больницы. Игорь Лашманов рассказал об истории Саровской медицины, выдающихся людях, которые здесь работали. Разъяснил, как выстроена структура. Познакомился с каждым из молодых коллег. Мне хотелось бы, чтобы у вас сложилась жизнь не так, чтобы вы, кто уже нашел свою половину замечательной, кто не нашел, нашли среди своих же коллег, чтобы ваши дети приехали сюда, вернулись и работали. И вам, ну, так же, как и мне, я надеюсь, как и большинству здесь присутствующих, было не стыдно за свою работу, за то, что мы делаем. Мы могли смело смотреть в глаза людям нашего города. В клинической больнице запущена программа привлечения младых специалистов. Большую помощь в этом направлении оказывает ОРФИАЦ ВНИЭФ, выделяя средства на покупку служебных квартир. В фонде служебного жилья больницы уже 20 квартир. Сейчас приобретается еще три. Есть и другие меры поддержки. Беспроцентный займ у нас дается 500 тысяч, но это целевой займ на приобретение жилья, который возвратный, который надо вернуть, но он без процентов. Компенсируется съем жилья у нас. Есть такая программа. Мы попали в программу «Земский доктор». Несмотря на то, что попадаем под население 50 тысяч, у нас в программе участвуют учреждения. И задача вот этой программы «Земский доктор» – привлечь врачей именно в первичную медицинскую помощь поликлиники. Это врачи узких специалистов и врачи-терапевты педиатри участковые. Комплексная программа по привлечению молодых специалистов также включает выплату единовременного пособия при трудоустройстве и возможность профессиональной переподготовки за счет работодателя. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. 16 октября в мире отмечают День аллерголога. Это профессиональный праздник врачей, которые занимаются лечением и профилактикой аллергических реакций организма и нарушениями иммунной системы человека. Аллергии подвержен практически каждый пятый житель планеты. И роль аллерголога-иммунолога становится все более важной. Марина Емельянова с детства хотела работать с детьми. Выбирала между несколькими направлениями. Наконец, решила идти в педиатрию. В студенчестве ее заинтересовала детская аллергология, проблемы дерматитов, астма. Ее специализация одна из самых востребованных. В начале 2000-х ВОЗ сделала прогноз, что к 2015 году каждый второй житель Земли будет иметь какую-либо аллергию. И эти предположения сбылись. У нас примерно 17 тысяч детского населения. Значит, группа, с которой я работаю, и стоящих на учете, и не стоящих на учете, но наблюдающихся, допустим, раз в квартал, это примерно полторы-две тысячи человек. Это достаточно много. У нас есть хроники уже изначально, и есть дети, которые только формируют хроническую патологию, из которой мы их благополучно вытягиваем. То есть несколько лет усилий, и будет все хорошо. Таких детей, конечно, много. Марина Юрьевна лечит и кожные проявления аллергии, и бронхолегочные. К ней приходят с аллергическим ринитом и конъюнктивитом. Однако врач предупреждает, перед визитом к ней надо обязательно посетить педиатра и сначала исключить другие патологии. Например, неопытным родителям бывает трудно отличить аллергическую сыпь от ветрянки или даже чесотки. А такие случаи бывали. Самое горячее время для аллерголога – апрель-май, когда цветет береза – главный мучитель аллергиков. Но и в другие сезоны работы достаточно. Летом приходят аллергии на луговые травы, споры грибов и цветы. Зимой с крапивницей из-за холода, аллергии на пищевые продукты и шерсть животных. Осенью у аллергиков тоже наступает обострение. У нас непрерывно рецидивирующие процессы. И у нас каждую весну и осень обострение, например, детей, у которых интерспециальные синдромы. То есть, банально говоря, пищевые аллергены являются ведущими в клинике их заболеваний. Это значит, у нас март и октябрь. Обострение топических дерматитов. Крапивница сезонная и в сезон. Обострение бронхиальных астм, обострение аллергических ренитов круглогодичных, потому что идет сезонная перестройка с летнего хорошего периода на зимний. Также астма, например, провоцирует вирусные заболевания. Первый же вирус может вызвать длительные аллергические рениты, трохииты, ларингиты и так далее. Острую аллергическую патологию можно вылечить. Хронические болезни нужно держать под контролем. Острый аллергический ренит, острая крапивница, атопические дерматитка. Правила вылечиваются. Если мы говорим о хронической бронхолевочной патологии, ну вот хронический аллергический ренит, он может уйти в длительную ремиссию лет 10-15. Но аллергическое воспаление имеет тенденцию сохраняться десятилетиями. 30 лет может быть ремиссия, но мы находим маркер аллергического воспаления. Поэтому сейчас весь мир идет по пути контроля аллергического заболевания. Аллергики могут жить полноценной жизнью. Главное не запускать болезни, обратиться к специалисту на начальном этапе. При должном лечении и контроле за аллергенами можно даже избежать приступов астмы. Маленькие астматики Марины Юрьевны успешно занимаются разными видами спорта, ведут активный образ жизни, и хроническая болезнь им не мешает. 20 октября 11-классники напишут пробное итоговое сочинение, изложение. Это одно из условий допуска к государственной итоговой аттестации. В этом учебном году изменился подход к формированию комплектов тем итогового сочинения. Теперь их будут формировать из закрытого перечня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Зарплаты врачей, учителей и работников культуры увеличат в Нижегородской области. На эти цели направят почти полтора миллиона рублей. В категорию указанных работников входят врачи, педагоги, социальные работники, сотрудники учреждений культуры и другие. Еще 400 миллионов рублей будет направлено на лекарства для льготных категорий нижегородцев. Саровчанка Ксения Утехина снялась в фильме «Петр I. Последний царь и первый император». 3 ноября он выходит на экраны страны. Актриса сыграла Марту Скавронскую, будущую императрицу Екатерину. Создатели ленты отвечают на вопросы, как занять престол, когда ты 14-й ребенок в семье. Как отвоевать выход к морю, когда в стране нет профессиональной армии и флота. Как за несколько десятилетий вывезти в мировые лидеры страну, с которой раньше никто не считался. И многие другие. Фильм для лет старше 12 лет. Поисково-спасательная группа «Рысь Саров» проводит набор добровольцев. Ежедневно поисковики спасают жизни людей по всей области, занимаются поисками в городах и лесах. На поиски собираются и водители, и пешие. Не обязательно иметь оборудование. Волонтерам выдают штабные фонари, рации, жилеты, навигаторы. Если нет возможности выезжать на поиски, можно помогать удаленно. В группе «Рысь» есть разные направления. Инфогруппа, школа детской безопасности, команда оперативных прозвонов, добровольцы-поисковики, внедорожное направление, кинологическое подразделение, поиск на воде и поиск с воздуха. Телефон для справок. Плюс семь девятьсот тридцать двести восемьдесят три восемьдесят два ноль ноль. 13 октября на восемьдесят четвертом году жизни скончался Юрий Иванович Файков, конструктор и блестящий ученый России, который внес значительный вклад в создание боевого оснащения стратегического, оперативно-тактического и тактического ядерного оружия, а также в развитие уникальной экспериментальной базы «Рафиацвнеев». Вклад Юрия Ивановича в укрепление оборонного могущества нашего Отечества отмечен высокими государственными наградами. Он лауреат Ленинской премии, Государственной премии Российской Федерации, премии правительства Российской Федерации. Награжден Орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени, Орденом почета. Прощание состоится 17 октября в клубе «Авангард» с 12 часов. От пенсионеров больше не будут требовать документы, подтверждающие льготы на капитальный ремонт, если они отражены в электронных базах. Соответствующие изменения внесены в жилищный кодекс. Глава Минстроя Эрек Файзулин рассказал, что новыми правилами предусмотрено снижение нагрузки на граждан пенсионного возраста, которые получают компенсацию по взносам на капремонт. Напомним, компенсации взносов на капремонт устанавливают региональными законами. Может быть предусмотрено как частичное освобождение от платы инвалидов, так и полное или частичное освобождение неработающих собственников жилья, достигших 70 или 80 лет. Подобные льготы действуют и в Нижегородской области. Мы продолжаем еженедельную рубрику «Еще хозяина». Ее цель – помочь найти семью обитателям приюта «Мурдом». В этот раз героинями выпуска стали две сестры – Ася и Тася. Сестры Ася и Тася долгое время жили на улице. Волонтеры их подкармливали, но когда у одной из кошек начались проблемы со зрением, их забрали в приют «Мурдом». Болезнь была сильно запущена, поэтому глаза пришлось удалить. Теперь Ася слепая. С возрастом слепая Ася освоилась и начала исследовать пространство вокруг себя. Она свободно передвигается, знает лоток. Но Тася все равно всегда рядом. Отдавали сестер в семью только вдвоем. Наконец, летом нашелся молодой человек, который забрал обеих кошек. Но, к сожалению, жизненные обстоятельства так сложились, что Ася с Тася опять оказались в приюте в поиске новых хозяев. Кошки отлично подойдут в семью, где есть дети. У нас Асенька слепая, она играет с игрушками. И играет она, такое ощущение, что она нас видит. Хотелось бы, конечно, устроить их в семью, в одну семью, чтобы кто-то взял ответственные люди. Если вам приглянулись сестренки, вы хотите подарить им дом, звоните волонтерам приюта «Мурдом» по телефону Уже много лет в нашем городе есть секция виндсерфинга. Ее воспитанников учат не только вставать на доску, держать равновесие, управлять парусом. Ребятам рассказывают о физических законах, которые лежат в основе этого вида спорта. Наш город удивительен не только своей научной спецификой, но и разнообразием увлечений соровчан. Так, единственный в регионе клуб виндсерфинга находится именно у нас в Сорове. Этим спортом увлекается много детей и взрослых. Мы работали вместе с Григорием Ивановичем. Он предложил попробовать, рассказал о своей секции виндсерфинга, что у него занимаются и дети, и взрослые. Но я решила сначала попробовать, потом меня поддержали и сын, и муж. Ну, вместе на самом деле это удобно. Ребята, которые несколько лет занимаются в клубе виндсерфинга Центра внешкольной работы, уже имеют богатое портфолио. Спортсмены выступали на соревнованиях в Ейске, в Иксе. Надо встать, поднять парус, ну, может быть, там привестись немножко, парус там закрыть, чтобы ветер поймать там. Вставать на доску, держать равновесие, управлять парусом – все эти движения требуют теоретической подготовки. Необходимо разбираться в физических законах, которые лежат в основе этого вида спорта. Только после этого следует практика. Когда мы приезжаем на протяжку к ангарам, мы достаем доски, шверты, плавники, парусы, собираем все это и выходим на воду. Григорий Старченко ведет занятие по виндсерфингу с 1987 года, а в Центре внешкольной работы – с 2007. Летом обучение проходит на воде, а в течение учебного года – в ОБЦ в спортивном зале. Цель простая – получать как можно больше удовольствия. А как это получается, как это достигается, можно по-разному. Можно достигать наибольших скоростей, и это здорово. Можно научиться управлять парусом доской на большой волне. Это тоже здорово. Можно научиться высоко прыгать. Это великолепно. Виндсерфинг – увлекательный и экстремальный вид спорта, который сможет разнообразить ваш отпуск. Начинайте тренироваться в Сарове, набирайтесь опыта, а после покоряйте морскую волну. В Ледовом дворце открылась выставка-ярмарка меховых изделий «Зимняя сказка города Кирова». Здесь можно приобрести шубы, дубленки и пальто из натурального и эко-меха. Всесезонные пальто из шерсти эко-меха, шубы из норки и мутона, головные уборы и аксессуары, варежки и теплые тапочки. На выставке-ярмарке Кировской фабрики «Зимняя сказка» вы найдете более тысячи моделей на любой вкус и кошелек. Сейчас на ярмарке действуют скидки и акции. Норка короткая от 19 тысяч, длинная от 30 тысяч рублей, цветная норка от 45 тысяч, мутон от 10 тысяч рублей. Преимущество изделия из стриженной нутрии в том, что ее можно надевать в сырую погоду. Шубки из нутрии можно приобрести от 5 тысяч рублей. Тренд сезона – пальто из шерсти эко-меха. Можно купить со скидкой до 50%. Кировская фабрика «Зимняя сказка» предлагает большой размерный ряд от 40 до 64 размера. Меховая компания уже 25 лет на рынке. Все изделия фабричного качества. Мех премиум-класса. Качество изделий проверено временем. Вы можете воспользоваться различными способами оплаты. Действует беспроцентная рассрочка. Каждому покупателю подарочный сертификат со скидкой на следующую покупку. Выставка-ярмарка работает с 14 по 16 октября с 10 до 19 часов. В Ледовом дворце по улице Московская, 5. Готовьтесь к холодам на выгодных условиях. Приглашаем за покупками. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА